доброе утро правда она у меня началось давно я уже всех накормила и сама позавтракала вот поднялась вверх навести порядок в спальне и помыла голову как-то быстро у меня закончился этот крем я даже не ожидала он мне очень нравился и я планировала его использовать до конца весны но тут бац и все ничего не выдавливается ну прям как-то со скоростью света он у меня улетел но мне нравилось увлажнение и то что кожа была в очень хорошем состоянии после него и текстура приятная а вот этот крем от айзенберг я к сожалению не могу советовать потому что мне не хватало в нем увлажнения у него конечно огромный объем и в конце я уже даже на шею домазывала я к нему не вернусь если уж брать айзенберг то лучше кремовый на такой более плотный и из отбеливающей линейки вот он классный вот так то лучше меня начинает немного напрягать спортивный костюм и за дня в день карантин карантином но жизнь продолжается и у ребенка день рождения возможно даже бабушка но мама тома как нам не приедет потому что чем меньше контактов тем лучше она все-таки встречается с рафалом с братом томака который ходит в магазины но если пересчитать то знаете тома ходит в магазин и мама тоже выходит иногда что-то купить рафал и вот так собирается уже куча людей состоящая из 100 человек так что скорее всего мы так опять в очень узком семейном кругу проведем этот день но может бабушка тоже решит сделать нам сюрприз как с днем рождения им захара и приедет к нам в общем я пока что не знаю ничего но ребенок очень ждет этого дня и он так хочет собаку он каждый день спрашивает мама вы купите мне собаку на день рождения мы с томиком уже довольно долго обсуждали этот вопрос и мы никак не можем прийти к общему знаменателю вы мне писали в инстаграме по поводу пород но в общем в чем суть томок считают что маленькая собака она не такая как это назвать типа контактная то есть с ней особо не поиграешься с ней там не пойдешь на какую-то долгую прогулку хотя с другой стороны он вечно на работе поэтому эти прогулки с хаски или пробежки будут на мне я не в состоянии каждый день бегать по 15 километров у нас участок небольшой поэтому максимум что у нас тут будет комфортно себя ощущать но собачка среднего размера или маленькая собачка чтобы я тоже могла как-то с ней совладать но я не представляю себя пойти например с маминым цахиром то есть немецкая овчарка она тянет так что я бегу за ней если не дай бог попадется какая-то собака на которую он бросится я его просто не удержу это тоже нужно понимать и такой собаке нужна большая территория а вот кстати девчонки вы мне также писали по поводу собачки мамы что она маленькая да она дворняжка но она не приспособлена к жизни на улице что лучше оставить ее дома и от имени моей мамы говорю вам огромное спасибо мама действительно оставила ее в доме она живет с ней мама говорит что это ее настоящие антидепрессанты и с одной стороны как бы можно было покупать маленькую собачку но я даже боюсь что дети и могут что-то случайно сделать ну не знаю если у вас есть маленькие собачки типа шпиц там дети нормально с ней обращаются там можно и дверью случайно ее как-то прижать не знаю у меня почему-то такие вот какие-то сомнения возможно даже немножко странные вот и также сейчас не лучший период чтобы покупать собаку понимаете не дай бог что никуда не обратишься я даже не знаю какие ветклиники у нас сейчас открыты если собаке нужно будет сделать например прививку то тоже никуда сейчас не поедешь и вот ребенок каждый день мама вы купите мне собачку я не знаю что ему отвечать и не знаю как поступить в такой ситуации потому что как бы и место есть а еще девчонки у кого дом не на одном этаже двухэтажный трехэтажный как нашем случае вот как такой маленький собачка сам заходит по ступенькам потому что особенно сейчас я не думаю что это закончится ближайшие две-три недели собачка будет постоянно со мной там и говорит хочешь купить собаку купи но ты будешь ею заниматься то есть без понятия как поступить с одной стороны я тоже хотела бы собачку но вы понимаете это полноценный член семьи такой же равноправный такой же требующий внимание заботы ласки и купить просто игрушку детям я не собираюсь и вот как-то даже не знаю что делать а помимо этого я выбрала игношку уже подарок также мы планировали вот как раз через неделю вообще ехать к маме к моей но понятное дело что мы никуда не поедем я думаю что летом и тоже никуда не соберемся но просто потому что у мамы я планировала сделать захарке сюрприз шариками там самокатом который он хотел как раз вот потеплила бы и он бы катался мы хотели ехать на машине поэтому я могла бы здесь купить все туда привезти и устроить ему такой вот сюрприз ну а тут так получается что и мы никуда не едем а самокат все равно нужно купить потому что из старого он вырос нет трехколесный заказала двухколесный он хотел такой черно зеленый ему очень понравился шлем зеленый в виде динозавра поэтому я нашла такое как он хотел о котором он мечтал и заказала ему будет вот такой сюрприз от бабушки ну и гнат понятное дело тоже получит на день рождения то что он хотел вот такие дела и еще решила не заказывать торт а испеку его сама меня это отвлекает меня это развлекает я люблю готовить и вообще торты я не умею печь поэтому буду учиться а что что делать буду получать какие-то новые навыки я нашла очень классные сахарные фигурки и также вафельные из щенячьего патруля вы просили меня рассказать как мне этот прибор от tefal который томок немножко по ошибке купил здесь сменные насадки сейчас покажу какие у меня еще есть и также здесь можно готовить вафли у меня есть отдельная вафельница я не планировала покупать еще одну просто так получилось к нему кстати есть еще и другие насадки то есть это по сути дела три в одном тостер для горячего бутерброда вафельница и как минимум еще гриль я думаю что можно даже отдельно поискать какие-то насадки это реально очень экономит место и удобно использовать у нас он здесь стоит стационарно потому что мы постоянно что-то в нем делаем я хочу вам сказать что я была довольна своей вафельницы она мне не какая-то там брендовая но вот это еще лучше как бы прожаривает вафельки не получаются очень воздушными и удобно мыть единственный момент это то что эта штука блестящая ее сложнее содержать в чистоте то есть каждая капелька видно вот на черной поверхности глянцевой собирается пыль но это уже дело предпочтений я просто вас предупреждаю и делюсь какими-то наблюдениями значит смотрите здесь есть индикатор того когда вафли еще не готовы или что вы там жарите и когда они готовы он может стоять просто вот включаете выключаете также можно ауч застегнуть вот эту штуку уже готова видите хотя он не показывает блин нет регулировки здесь сильной прожарки или наоборот прожарки light как у меня была в той вафельнице не беда но тоже говорю вам об этом но это реально очень удобно или под проточной водой можно помыть или даже забросить посудомойку еще такой момент первое наверное 1 5 когда моего поначалу включали был такой запах горелого пластика я все искала что же это там плавится ничего не плавится но тоже это заметила и одна моя зрительница в инстаграме описала что у них было также могу ли я советовать этот прибор в целом да потому что он выполняет все свои функции и вафельницу свою я подарю или маме или подружки и хочу вам также делать небольшое но что я наконец-то во первых делала себе маникюр то есть я полностью сняла гейл лак и обработала ногти то есть делала такой гигиенический маникюр при помощи фрезы нанесла новое покрытие и записала это на видео но честно говоря я не очень довольна качеством потому что я поленилась расставлять все все освещение так как я реально тогда делала маникюр не для видео потому что мне нужно было как можно скорее привести свои ногти в порядок и я все равно выложу эту часть потому что я уже обещала вам несколько лет но если вы захотите я сделаю как-то еще по-другому я также поставлю по другому камеру чтобы было лучше видно но в общем первые блины много комом но раз обещала этот материал появится сейчас у меня ногти сколько уже чуть больше недели и все хорошо это при том объеме домашний дел которые я сейчас делаю и при том количестве готовки сегодня вот я испекла который раз наверное третий четвертый за последнее время банановый кекс банановый шоколадный он просто такой сочный такой вкусный такой сытный ням-ням-ням обязательно заглядывайте видео том что я готовлю для всей семьи с разными идеями а я знаю что многим понравился этот рецепт и также на следующей неделе представляете уже на следующей неделе у нас пасха так рубашки томика сейчас не актуальны обычно он выготавливает себе все которые надевают на работу заранее все отглаживается и потом он уже утром берет поглаженную рубашку и быстро одевается я вам говорила что у нас на чердаке есть вот такая система хранения языке она очень удобная классная и я собираюсь найти наше пасхальное украшение и проверить что у меня есть по моему они хранятся здесь да это собственно говоря все что мне удалось найти и еще один веночек я уже повесила на двери я потом вам покажу я же вам говорю что именно сезонного декора какого-то праздничного у меня не так-то и много и сейчас у нас большие скидки минус 50 процентов всяких там home and you что еще хомла но таких магазинах которые привозят из азии свою продукцию но за полную цену я не готова что-то покупать возможно что-то присмотрю хотя зачем собственно говоря но посмотрим вот эти вот подставочки я использую для яиц когда сервирую стол их нужно помыть корзинки наверное я одну сделаю просто чтобы она стояла но мы не пойдем в этом году светить яйца потом с вами повылтаем на эту тему потому что для меня это неоднозначный момент и кролик такой у меня есть еще где-то зайчик стоит внизу а второй веночек немного пострадал ему правда несколько лет и возможно уже от старости это все поотклеивалась вот отпал цветок отпал зайчик яйцо у меня нет пистолета с горячим клеем я вот помните в прошлый раз не купила когда была в экшене а сейчас жалею могла бы что-то сделать своими руками этот веночек все равно заберу вниз и вообще в любом случае даже когда он не надоест я поснимаю все остальное и каркас очень классные они тоже продаются на алиэкспресс по отдельности можно заказать и потом использовать и на свадьбы и на детские праздники и на новый год что-то здесь составить какую-то композицию или купить например из натурального материала до что-то сделать в одном стиле потом перекрасить в белый к пасхе и добавить яйца как-то сто лет тому назад показывала как я делала подсвечник из такого каркаса лет шесть тому назад наверно или я так и не выложила это видео но в общем если вы увлекаетесь декором или хотите что-то попробовать сделать даже не сейчас а позже то вот такая основа очень облегчает задание и все там занимает минут 30 по времени и каждый раз можно по-разному украшать девчонки я просто не верю в то что этот момент настал я покажу как я делаю маникюр в домашних условиях от и до начну со снятия старого покрытия которому очень сильно досталось как и в принципе моему маникюру потому что я очень много готовлю сейчас делаю очень много домашних дел и он все еще держится между прочим ему наверное уже недели три и я также хотела бы убрать длину потому что мне уже неудобно сделаю такой самый обычный маникюр и нанесу какое-то покрытие раньше я снимала старое покрытие при помощи пилочке убирала верхний слой и дальше каждый ноготь замачивала или в специальном ремувере или даже в ацетоне ацетон работает лучше но говорят что это не полезно для нашего здоровья и для ногтевой пластины и какое-то время тому назад я переключилась на фрезер вы мне подсказали что вместо вот таких металлических насадок купить керамическую я могу что-то неправильно называть потому что я вам говорю что я не особо в теме маникюра но не знаю я без проблем могу себе сделать довольно неплохой маникюр и если кому-то эта информация то что я сейчас рассказываю пригодится я буду только рада фрезер у меня также от марки самилак то что у меня было из основ я оставила потому что я довольна этой продукцией сегодня я буду пробовать только цветные лаки от неонейл больше ничего нового нет я как-то рассказывала о своем базовом наборе так что особо останавливаться не буду смотрите под столом у меня есть педаль которой можно пользоваться но я чаще всего просто вот здесь включаю какую-то среднюю скорость и тогда мне проще контролировать процесс чтобы не травмировать свою ногтевую пластину а просто аккуратно убрать верхний слой и оставить даже часть базы вот честно говоря я вот как-то не знаю смотрела как работает мой мастер и старалась повторить то же самое только в домашних условиях будет обидно если сейчас что-то пойдет не так но я стараюсь всегда потихоньку знаете тише еду дальше буду скажу вам честно что я давно делала сама себе маникюр и этот ноготь как-то вы знаете так неуверенно сошлифовывала какими-то рывками потому что мне нужно было проверить во первых правильную ли я скорость выбрала все ли окей и я так стрессую почему-то не знаю не судите меня строго потому что я очень долго собиралась морально чтобы записать это видео по вашим просьбам а вот эта насадка у меня из aliexpress она очень классная именно такой формой мне как-то удобнее всего работать и вы мне ее подсказали я управляю как правой так и левой рукой единственное что помните когда вы снимаете фрезером старый гель-лак или что там у вас на ногтях то не прижимайте насадку слишком плотно и не останавливайтесь на долгое время даже на долю секунды в одном месте старайтесь плавно все делать это не всегда получается даже у меня но я поняла что это своеобразный ключ к успеху и не ставьте на максимальную скорость какую-то мощность я вас просто умоляю то же самое касается пилочки не прижимайте ее не елости слишком сильно потому что вы довольно быстро можете допилиться до ногтя и вообще травмировать его так что аккуратненько вот так выглядят ногти после первого этапа я не особо как-то концентрировалась на кончиках ногтей потому что я знала что я буду их убирать но кутикулу я нигде не травмировала теперь я возьму баф и выровняю немного ногтевую пластину вдруг я где-то там что-то неровно спилила хотя на первый взгляд все очень даже ничего вот если сейчас посмотреть то видно что есть старая база но я также стараюсь сделать более плавным переход также я стараюсь подъехать бафом к кутикуле для того чтобы сделать поверхность ногтя немножко шероховатое чтобы последующая база которую я буду носить хорошо прицепилась и не отслаивалась теперь буду делать форму я убираю острый кончик мне не очень нравится на моих руках квадраты потому что пальцы у меня не длинные и руки маленькие и как-то когда-то острый квадрат то они некрасиво закручиваются у меня своя ногтевая пластина тонкая и тоже по этой причине я не спиливаю старую базу возьму обычную пилочку и поехали я более-менее довольна формой мне нравится когда ногти такие немножко удлиненные тогда и пальцы смотрятся длиннее как-то ну я люблю такую на себе нет у меня никакой секретной техники также все постепенно делаю сначала убираю длину и дальше сглаживаю края это все теперь буду менять насадку на моем фрезере хотелось бы найти еще какую-то для обработки кутикулы девчонки кто из вас мастер по маникюру посоветуйте мне какую взять я воспользуюсь той которая у меня есть вот такая малютка наверное тоже керамическая была бы лучше но есть что есть так что сейчас я буду вот так аккуратно опять же не нажимая на ноготь проходиться по вот этой части где ноготь соприкасается с кутикулой кутикула у меня особо не нарастает наверное это вообще вот не обрезной маникюр который я уже делаю на протяжении нескольких лет и в таком состоянии у меня держится кутикула я честное слово ничего с ней не делала в течение трех недель единственное что я наношу это масло эволайн которая питательная и все опять же ставлю небольшую мощность и работаем ну а когда хочется окончательно поизвращаться я беру еще вот такой бочоночек и прохожусь по вот этим местам самым таким твердым самым жестким я их не обрезаю но опять же немножечко шлифую убираю все то что нужно убрать и на этом я завершаю свой маникюр еще один этап за мной именно первые два шага занимают больше всего времени и в общей сложности на маникюр от и до у меня уходит до двух с половиной трех часов в зависимости от того в каком состоянии у меня были ногти убираю я длину или нет это же каким покрытием я пользуюсь какой цвет некоторые посложнее какие-то попроще иногда я использую вообще средства там база цвет и топ 5 в одном по моему это называется у самилак у меня в таком нежно розовом оттенке вот а когда это несколько этапов отдельно база отдельно цвет отдельно топ и цвет в несколько слоев наносится конечно на это уходит чуточку больше времени но мой максимум это три часа лучше всего получается маникюр именно при помощи фрезера и даже когда я хожу периодически так к разным специалистам что крайне редко случается но бывает все равно как только начинают обрезать ножничками или какими-то приборами через неделю все ужасно выглядит как-то нарастает цепляется здесь смотрите все почищено и девчонки еще раз вам говорю что меня никто ничему не учил теперь я буду обезжиривать ногтевую пластину пилила ногти ведь все теперь в пыли у меня тоже все самилак я собирала свой набор знаете я сейчас настолько рада вернуться к маникюру дома что вполне возможно что я продолжу его делать исключительно сама хотя кто знает иногда люблю выехать знаете проветриться поболтать посплетничать узнать что-то новое развеяться воспользуюсь бескислотным праймером и прохожусь по периферии ногтя для того чтобы нигде ничего не отставало и чтобы лучше держался гирлак вот здесь на кончике я думаю что я готова наносить первый слой это база как я сказала я снимаю часть средства с кончика и хорошо прокрашиваю сначала я не приближаю кисточку прямо максимально близко к кутикулям распределяю большую часть средства по всему ногтю и только теперь начинаю уже остатки как бы пододвигать господи у меня так руки не трясутся это все из-за камеры видите стараюсь максимально близко подъехать к кутикулям и конечно же уделяем внимание боковым поверхностям чтобы база еще лучше распределилась можно вот так вверх ногами подержать ноготь таким образом она не затекает вам сюда где кутикула и ноготь тоже получается таким ровненьким немного запечатываем кончик тогда наш гирлак будет держаться лучше большой палец мы сушим отдельно теперь наносим цвет эти гирлаки я показывала вам в каком-то из последних влогов это тоже польская марка neo nail как и similac я никогда сама не пробовала их наносить это оттенок 75 48 7 нюдовые я надеюсь на то что он будет хорошо себя вести у меня не будет никаких проблем с ним вы мне очень советовали этот бренд так что будем вместе пробовать вот так на камеру впервые о пока что это очень симпатично и первый слой цвета если он не будет единственным я даже не пытаюсь нанести прямо идеально под кутикулу такие очень светлые нюды они самое капризное нанесение именно так я себе представляла этот цвет на ногтях мне очень нравится как он выглядит левая рука практически готова осталось нанести топ сделаю это попозже теперь займусь цветом на правой руке и буду делать все то же самое второй слой цвета очень важен потому что от этого будет зависеть как долго наш маникюр будет выглядеть свежим то есть я постараюсь нанести гирлак очень близко к кутикуле как говорится сделаю маникюр под кутикулу и для этого мне понадобится тонюсенькая кисточка у меня от бренда самилак на их полно есть и на алиэкспресс но не берите очень такую длинную потому что она будет выгибаться когда вы будете красить ее цветом я закончила очень красиво выглядит на ногтях это то что я люблю больше всего надеюсь что 2 будет попроще нанесение если вы только начинаете то возьмите например indian roses самилак потому что если вы начнете с этого то вы возненавидите это дело я вам точно говорю так наношу топ который не нужно протирать и вуаля на этом маникюр завершен маникюр завершен маникюр завершен и вот так выглядит готовый маникюр нанесла масло о котором вам говорила я надеюсь что вам было интересно возможно вы даже узнали что-то новое если вам понравился мой маникюр то не забывайте поставить пальчик вверх мне будет очень очень приятно делитесь своими секретиками все всех целую обнимаю пока пока до новых встреч уже совсем скоро